У него есть четкое понимание, каким путем должна двигаться Россия. Это понимание в основном взято из этой концепции Столыпина. Дайте России 15-20 лет спокойной жизни, и вы не узнаете Россию, она превратится значительно к лучшему. Вот он стремится обеспечить такую стабильность. Это номер один у него стратегия. Вторая номер один стратегия – дайте людям нормально пожить. Не надо их никуда мобилизовать. Ни простой народ не надо мобилизовать, ни элиты. Я бы, например, заставил всех отказаться от дорогих автомобилей, чтобы они своих детей из дорогих университетов где-то там из золотых таких нор за границей вернули. Но вот он считает, что пускай люди поживут по-нармальному. Знаете, вот мы недавно обсуждали вопрос Турции и так далее. Вот четко было сформулировано с кивками, что люди хотят ездить в Турцию на море. Пускай ездят. Не учите их, что им надо делать. Вот это второй важный принцип, чтобы люди пожили. Вот они, кстати, в результате стали скупать массовую недвижимость, как вы знаете, в Болгарии, в Испании, в Турции, в Италии. Ну и слава богу, скупают наши там дачи на берегу моря, реализуют мечту, так сказать, миллионов. Ну и пускай будет хорошо. Это второй принцип. Третий принцип заключается в том, что нам нужен союз с Западом. Из Запада мы должны получать технологии, инвестиции. Ну такой союз нам нужен, при котором мы бы все-таки не были поглощены Западом. Вот это его так простая геополитика. И четвертый принцип стратегии заключается в том, что нужно опираться на сильных. На славах, которые вечно скулят и что-то себя просят. Опираться не надо. А вот сильные, кто доказал, сказать, свою способность сражаться, воевать это миро, нужно на них опираться. Вот такой принцип. Ну еще, наверное, пятый я добавил бы. Есть несколько таких священных вещей. Это русская государственность, православие, православное христианство и русский народ.